Руслан Кухарук этим летом планирует проехать по всем муниципалитетам округа. Накануне в Рео губернатора Югры ознакомился с Ханты-Мансийском. На страницах в соцсетях Руслан Николаевич уточнил, что бывал в окружном центре еще в детстве, и отметил, что с тех пор город заметно изменился. Цитирую, изменился масштаб, само качество жизни, преобразились улицы, выросли многоэтажные микрорайоны, много новых школ, детских садов, спортивных объектов, просторная набережная, современная арт-резиденция. Город заслуженно входит в пятерку самых комфортных в России, полностью соответствует статусу столицы региона. Вместе с главой Ханты-Мансийском Максимом Ряшиным обсудили текущее положение дел в городе, будущие проекты и планы развития. Отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны, возложили цветы к мемориалу славы в Парке Победы. Максим Ряшин поделился эскизами стеллы «Город трудовой доблести». Как пояснил в Рио главы региона, до установки внешний облик памятного знака обязательно будет обсуждаться с ветеранами, архитектурным сообществом и горожанами. Специалистами сформированы списки жителей, чьи дома подвержены подтоплению. Подсчитано количество сельскохозяйственных животных, которых при необходимости эвакуируют на безопасные территории. Заключены все соглашения по обеспечению транспортному, по организации питания. Также на территории района подготовлены 12 пунктов временного размещения, в которых также предусмотрено все необходимое. Все письменно уведомлены о мерах, которые необходимо принимать, с инструкциями, как действовать, с номерами телефонов экстренных служб, в случае необходимости, с какого места происходит эвакуация, куда происходит эвакуация, что необходимо иметь с собой. В населенных пунктах были на Вампугал и Соснина работала межведомственная рабочая группа, в составе которой, помимо представителей администрации Нижневартовского района, специалисты окружного правительства и МЧС. Заранее были в этих населенных пунктах подготовлены мешкотара, пески. И с помощью их сейчас уже с учетом повышения воды проходит укрепление вот этих мест. Данные работы уже выполнены в Вампугале. Также эти работы сегодня продолжаются в Былино и в Соснино. Добраться в Вампугал и Былино летом можно по реке. Туда организованы регулярные рейсы. В деревню Соснино можно было приехать и на автомобили по дороге, часть которой проходит по территории Томской области. Из-за подъема воды в целях безопасности жителей движение по ней ранее ограничили. На сегодняшний день там в четырех местах уже подтоплено. Есть уже размыв и разрушение подъездной дороги, которая расположена на территории двух субъектов. В 2018 году администрацией района были выполнены берегукрепительные работы. Но стихия, как бы есть стихия, уровнем воды и течением оно подмывается. Была оценена текущая ситуация и выработаны предложения по организации транспортного сообщения, ремонту или строительству объездной дороги в дальнейшем. Для того, чтобы эти работы выполнить, необходимо дождаться сейчас снижения уровня воды. И уже с учетом тех ущерба, которые будут уже нанесены, уже в дальнейшем проводить восстановительные работы. Сейчас в деревне Соснино организовано постоянное речное сообщение. Туда из Нижневартовска выполняются рейсы теплохода-трамвай. При необходимости жители деревни бесплатно разместят в гостинице в Нижневартовске. Помимо этого организован сбор заявок на медикаменты и продукты питания. На сегодняшний день организована круглосуточная связь с жителями. И любой вопрос, который может возникнуть, он с нами будет оперативно решаться. На данный момент самое главное – это обеспечить безопасность проживающего там населения. И для этого на сегодняшний день у нас все меры приняты. Порывистый ветер, снег, в целом непогода не стали помехой для четких и слаженных пожарно-тактических учений. Построение и обследование здания. Объект школа-сад для огнеборцев новый. Они здесь впервые. По легенде, произошло замыкание на техническом этаже с последующим распространением пожара на садовое оборудование. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, но это оказалось не самое опасное. Едкий дым стал быстро распространяться по этажам и уже поднялся на самый верх. Было эвакуировано 34 человека, из них 14 детей. Также в ходе пожарно-тактических учений был спасен один пострадавший. Данный объект находится в районе выезда подразделения пожарной части Юганской ООП. Это подразделение Центроспас Югоря по Нефтьюганскому району, которые первые прибывают к месту пожара. Также подразделение Усть-Югана. Через какое-то время стало ясно, что один человек затерялся на техническом этаже. Успел надышаться ядовитым дымом и могло закончиться все трагично. Но огнеборцы смогли вовремя найти пострадавшего. Работники школы-сада смогли увидеть и тактику действий дымозащитников. Разные ситуации могут сложиться во время тушения пожара. И тактика направлена не только на спасение пострадавших, но и коллег, работающих на месте происшествия. Сегодня мы отработали аварийно-спасательную подготовку газодымозащитников. Это значит самоспасение звена ГДЗС с окна второго этажа при помощи рукавной линии. Аварийно-спасательная подготовка газодымозащитников направлена на спасение пожарных. Это относительно новая динамично развивающаяся пожарная дисциплина в нашей стране. Активно принимали участие в учениях и сами сотрудники школы-сада. Мы должны проводить практические занятия, чтобы выработать навыки у своих сотрудников для сохранности здоровья детей. И вот такое массовое учение в данном новом здании первый раз. В учениях было задействовано 4 единицы основной техники и одна специализированная. С условным огнём боролись 50 человек личного состава. Цели и задачи учений были достигнуты. Руководство поставило удовлетворительную оценку действиям огнеборцев. В Москве изготавливают колокола для строящегося в Нягоне храма Владимирской иконы Божьей Матери. Ансамбль будет состоять из девяти колоколов, которые будут украшены иконами Андрея Первозванного, Георгия Победоносца, Николая Чудотворца и, конечно, Владимирской иконы Божьей Матери. Предполагается, что колокола прибудут в Нягонь к сентябрю. А пока в церкви завершаются кладочные работы. Снаружи храм Владимирской иконы Божьей Матери имеет практически законченный вид. Неправильные расчёты по стройматериалу не повлияли на кладку. Возведение коробки помогли завершить строительные организации Нягони, пожертвовавшие кирпич. Задача этого года – под ключ сдать фасад и выйти на внутренние работы. В 2024 году рабочие планируют завершить стяжку, вставить все окна, отштукатурить церковь, завести электрику и инженерные сети. Ансамбль богаче, чем тот, который был у нас изначально в проекте. Потому что нам посоветовали немножко расширить количество колоколов, ввиду того, что наша колокольня может выдержать. И поэтому мы решили украсить наш храм. Семь детей, собака и кошка. Таким дружным составом сейчас живут Кутлубаевы. Все дети в этой семье опекаемые. Есть и уже взрослые старшие, которые часто наведываются в гости. Вот Эмиль. Он, кстати, я горжусь тем, что он поменял фамилию. Он принял нашу фамилию, взял папину отчество. Он очень хотел это сделать. Когда менял паспорт, он сделал такой папе подарок. Оскар тоже планирует со дня на день поменять паспорт и тоже хочет взять нашу фамилию. Это важный показатель любви опекаемых детей к родителям, которые их вырастили в заботе, ласке и доброте. К тому же Кутлубаевы – дружная межнациональная семья. В нашей семье есть и узбек, и украинка, и таджик, и русская, и удмурты. Кто-то из детей крещен, а кто-то кому-то дали по мусульманским обычаям именно лечения. Поэтому все религии в нашем доме есть. Мы придерживались такой позиции – Бог един. Без творчества в их семье тоже никуда. Тимофей уже четыре года танцует в ансамбле «Самоцветы» и делает успехи. Ему доверяют сложные трюки и дуэтные номера. Сейчас вместе с педагогом он планирует возобновить сольный татарский танец брата Оскара, который учится на хореографа. Кстати, костюм перешел от него Тимофею по наследству. Есть у мальчика и любимая семейная традиция. Встаю, бужу кого-нибудь, чтобы по дому не делать. Мы все вместе просыпаемся, идем на кухню и накрываем стол, чай, какие-нибудь вкусняшки всякие, чтобы было вкусно. Потом где-то к девяти-десяти родители просыпаются, говорят, доброе утро, просите с вами чай пить. И они с всего настроения будут пить чай. Девчонки в семье Кутлубаевых появились два года назад, когда мы снимали специальный репортаж про опекаемых детей. Тогда они только приехали и в день семьи посетили парк Югра, который стал их излюбленным местом. В Пойковском очень нравится жить, тут уютно. Каждый выходной мы ходим делать шаги, родители ходят по кругу Югра парка, а мы берем семечки и кормим кедровок. У нас даже есть самые любимые кормушки, которых мы дотягиваемся. Старшая дочь Наина работает в обществе инвалидов, занимается там декоративно-прикладным творчеством. Сестры с Полоховы тоже с большим удовольствием присоединились. Дома они вместе занимаются алмазной вышивкой, готовят коллекцию «Дорогие мои старики». А еще в том году приняли участие в турслете. Мне очень понравилось там участвовать в разных конкурсах с этим обществом инвалидов. Там работают замечательные добрые люди, которые нас тоже поддерживают. В любой момент мы можем обратиться, но мы их тоже поддерживаем, да? Да. Мы там являемся добровольными волонтерами. Вот так Кутлубаевы прививают любовь и взаимопомощь. В их большой семье это одно из главных правил – отдавать и делиться накопленным опытом и теплом человеческих сердец. Ольга Слобожанюк, Юрий Баталов, Седьмой канал. Советский район продолжает реализацию жилищной программы на территориях поселений. В планах на 2024 год ввод в эксплуатацию 28 тысяч квадратных метров в новых домах, более половины из которых многоквартирные. Так в Пионерском, например, появится новый трехэтажный дом. Сейчас застройщик согласовывает план с управлением архитектуры и градостроительства. В планах по Пионерскому строительство и двух домов блокированной застройки – по улицам Советская и Таёжная. Стоит сказать, что дома коттеджного типа, благодаря своей автономности и наличию придомового участка, очень популярны в малых поселениях муниципалитета, например, в Таёжном. Здесь до конца 2025 года планируется построить шесть блокированных жилых домов. Аналогичные задачи на перспективу будут решаться и в других населенных пунктах. В Малиновском готовятся приступить к возведению трехэтажного дома в границах улиц Гагарина – Спортивная. В Зеленоборске до конца 2025 года жилфонд пополнит шесть домов блокированной застройки. В Коммунистическом подготовлены участки для возведения многоквартирника по переулку Одесский. А уже в этом году начнется строительство двух домов коттеджного типа по улице Медиков. Жители Ленинградской 41 жалуются на плесень в квартирах. На четвертом этаже все стены в грибковом налете. Собственники предполагают, что причина в некачественном выполнении работ по капитальному ремонту. Они в прошлом году перед зимой открыли вот эти шели и закрыли, сделали. И у нас появилась спальня, зал, кухня, плесень. Мы нанимали независимую экспертизу, оценил 432 тысячи. Пятый этаж тоже так же, второй этаж тоже так же. Кто виноват и выплатит компенсацию, еще предстоит выяснить комиссии. Сделать контрольное вскрытие межпанельных швов решили представители Югорского фонда. И сами поднялись на высоту, чтобы проверить, качественно ли работает подрядчик. Шов мокрый? Ну где-то вот здесь делом, ладно? Тут супер. Была жалоба от собственника по поводу промерзания шва. То есть в квартире появилась плесень. Этот дом сейчас еще в работе. Его пока никто не принимает, но швы мы вскрыли, чтобы разобраться, что случилось. То есть сейчас мы на основании вскрытия составим акт и будем дальше смотреть, что делать с квартирой, чтобы ушла плесень. Этот контракт у подрядчика 23-25 в трехлетку вошел. То есть подрядчик начал здесь работы в сентябре месяце, то есть по этому торцу дома. Хотя, собственно, не говорит, что у него два года, то есть плесень, надо еще разобраться, в чем вопрос. Потому что плесень иногда бывает, когда не работает вентиляция и нет проветривания в квартире. Бетон обработают антиплесенью, пообещали специалисты. А уже после фасад Ленинградской 41 отремонтируют без утепления и покрасят. Молодежная 26. Дом готов к приемке. В подъездах новое освещение и межэтажные щитки. В том, что все исправно работает, после проведения капремонта убедилась комиссия. Специалисты не только заглянули в подъезды и осмотрели фасады, но и спустились в подвалы. Сердце любого дома. Здесь находятся все инженерные системы. По результатам приемки подписывается комиссионный акт, в котором указываются все замечания и сроки на устранение. Смотрим качество выполненных работ. Ну и также в процессе выполнения работ бываем на объекте и наблюдаем за процессом проведения тех или иных работ. Молодежную 26 приняли капитальный ремонт системы электроснабжения. Замечания отсутствуют. Работы выполнены в соответствии с проектной документацией. Нарекания со стороны управляющей компании стройконтроля также отсутствуют. В 2024 году капитальный ремонт в Когалыми запланирован в 17 домах на Бакинской, Вильнюсской, Мостовой и Прибалтийской. В порядок приведут системы водоотведения, электроснабжения, фасады. У нас запланировано несколько домов по капитальному ремонту фасадов. Это Ленинградская 41, Ленинградская 47, Ленинградская 51, Бакинская 11 и Прибалтийская 41. Также у нас запланированы в этом году работы по ремонту кровли. Это Прибалтийская 39. Планируем в июле месяце начать и в августе закончить. На градостроителей 20 и Мира 2 появятся новые лифты. Этим уже займется чуть позже другой подрядчик из Сургута. Представители Югорского фонда еще приедут с проверками в Когалым. Юлиана Сотник, Дмитрий Примук. События. Красивая, уютная, живописная. Для красавицы Зайцевой речки не жаль эпитетов и комплиментов. Именно этот самый южный уголок Нижневартовского района 70 лет назад объединил тех, кто приехал осваивать суровый сибирский край, который влюбил в себя и стал второй родиной для людей разных национальностей, традиций и культур. А для следующего поколения зайцево-реченцев милое сердцу зайка, так любя называют этот поселок его жители, стала родиной, единственной и любимой. Здесь родились мои дети, здесь мой дом, здесь моя любимая работа, здесь мои родные, близкие, друзья, единомышленники. Я благодарна судьбе за то, что моя жизненная дорога приняла именно в этот поселок. Здесь замечательные люди, мы дружим, мы творим, мы вдохновляемся и я надеюсь, что вдохновляем. День рождения поселка – это повод задуматься о его истории, о том, кто стоял у истоков, кто вложил свои труд и силы в его развитие. Ответы на эти вопросы жители и гости праздника получили на экскурсии в местной библиотеке. В 1954 году Зайцевую речку основали как вахтовый поселок для заготовки древесины. Именно благодаря тем труженикам и появился поселок у Полудиной горы. Прежде всего интересно само название поселка. По воспоминаниям старожила Сергеенко и Осипа Ивановича, название нашему поселку дала небольшая речушка, а сейчас это и вовсе ручей, который течет на въезде в наш поселок. В день рождения принято подводить итоги. О том, какой была Зайцевая речка и какой стала, рассказала глава поселения Светлана Суботина. Нам есть чем гордиться. Среди нас проживает труженик тыла Хабиб Чамала-Дыповна Хабибульна. Мы ее сегодня поздравили с Еленой Григорьевной, пожелали ей еще долгих лет жизни и крепкого здоровья. Среди нас проживают участники и родные, участники специальной военной операции и их родные. У нас с вами в поселке проживает 28 ветеранов труда Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа Югры. У нас проживают участники боевых действий. У нас проживают многодетные семьи, 18 семей, которые воспитывают трех и более детей. Из стен нашей школы за пять лет вышло четыре медалиста. Этот список можно продолжать довольно долго, ведь Зайцевая речка прошла большой путь становления и продолжает динамично развиваться. Это поселок-рекордсмен в районе по строительству нового жилья. Только за последние пять лет построено 11 домов. Свои жилищные условия улучшили 50 семей. Из них 22 семьи здесь, в Зайцевой речке, и 28 переселились в Излучинск. За пять лет реализовали 9 народных инициатив. Все они так или иначе касаются развития и благоустройства поселка. С 1984 года здесь живу я, проживаю. Поэтому я люблю этот поселок. Поселок хорошеет с каждым годом. И за эти годы вообще преобразился. И, конечно же, здесь заслуга наших жителей, которые трудятся во благо этой красоты. Поздравления и слова благодарности звучат в адрес старожил поселка. Их сегодня проживает более 15 человек. Среди них и Любовь Рудольфовна Страхова, ровесница Зайцевой речки, и её муж Пётр Николаевич. Вместе они воспитали пятерых детей и 12 внуков. Два года назад отметили золотую свадьбу. О переезде в другое место даже не думают. Я здесь давно, 63-го года здесь выросла. Вся жизнь моя прошла. Как бы родной уже поселок этот. И молодость, и старость наступила. Детей вырастили. Так что я его обожаю. Я его обожаю. А вы считаете ли поселок Зайцевой речки своей родиной? Или всё-таки нет? Считаю. Потому что я здесь всю жизнь, считайте. После армии отслужил сюда. Вот яблоньку нашёл, и всё. Я копался. Семья Киселёвых, 70-летний юбилей Зайцевой речки, запомнится особенно. В этот день их переселили в новое жильё по улице Пролетарской. Здесь, в благоустроенном маневренном фонде, родители участника СВО будут жить, пока идёт ремонт их жилья. Это обычная практика для Зайцевой речки, впрочем, как и для Нижневартовского района в целом. Юбилей Зайцевой речки завершился весёлым детским праздником на площади возле Дома культуры. Там же земляки собрались на вечернюю танцевальную программу и поздравили друг друга. Я люблю свой посёлок, потому что я здесь родилась, и мне очень здесь нравится. Наши люди в Зайцевой речке очень хорошие, добрые, гостеприимные, и с ними очень весело проводить время. Многие, кто бывал в Зайцевой речке и общался с её жителями, отмечают, что они действительно очень отзывчивые и гостеприимные, со своей удивительной энергетикой. Чувствуют это и сами зайцевые реченцы, ведь именно они создают эту неповторимую атмосферу. Екатерина Елизарова, Александр Новик, телевидение Нижневартовского района, Зайцевая речка. Специально для Югра-24. Накануне в Югре стартовала летняя оздоровительная кампания. Около 65 тысяч школьников региона проведут свои каникулы в летних лагерях. Так, в Нефтьюганске на базе местных общеобразовательных учреждений начали свою работу 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Посетить их смогут около 2000 юных нефтьюганцев. Одна смена составляет три недели. Ежегодно организуются отдыхи за пределами города. На летний период городскими властями приобретены 420 путевок в Тюменскую и Свердловскую область и в Республику Башкортостан. Специалисты департамента образования на месте контролируют условия размещения детей и соблюдение требуемых норм. Добавлю, что последние смены в летних лагерях завершатся в первых числах сентября. Тогда же откроется прием заявлений на осенний каникулярный период. Выбрать приоритетное направление можно будет на портале госуслуг. Увлекательные творческие мастер-классы по декоративно-прикладному и изобразительному искусству. Практические занятия по вокалу, конкурсы и викторины, игровые, познавательные программы – все это детская площадка кратковременного пребывания под солнцем летних каникул, которую организуют на базе Культурно-досугового центра Городского дома культуры России. Первая смена пройдет с 3 по 28 июня. В июне ребята уже ждут площадки кратковременного пребывания на базе учреждений Культурно-досугового центра. Это Городской дом культуры России. На базе всех трех спортивных школ. Детская школа искусства организует в июне площадку кратковременного пребывания. Феникс. Площадка Феникса будет работать на базе этнографического музея, парка культуры и отдыха. И это, соответственно, будет площадкой этнографической направленности. Цель ее работы – это дать детям, посещающим площадку, возможность узнать о традициях, культуре быта народов ханта и манси. И на базе Витязя будет в июне функционировать, работать площадка кратковременного пребывания военно-патриотической направленности. Период работы площадок кратковременного пребывания с 14 до 17 с понедельника по пятницу рассчитан таким образом, чтобы их могли посещать и дети, которые с утра заняты в пришкольных лагерях. Основываясь на прошлогоднем положительном опыте совмещения физической и творческой активностей, площадки кратковременного пребывания в течение всего летнего периода также будут взаимодействовать между собой. В 2023 году на базе Феникса, то есть Центральной городской библиотеки, аквацентра «Дельфин», они объединились и проводили совместную площадку кратковременного пребывания детей. То есть детки сперва шли в аквацентр «Дельфин», где они делали с инструктором разминку, плавали. Кто, например, не мог, не умел плавать, инструктора помогали освоить навыки плавания. А потом они шли уже на площадку в Центральную городскую библиотеку, где уже занимались непосредственно творчеством, мастер-классы, либо развивающие игры. Одна из наиболее интересных и живописных площадок кратковременного пребывания «Краски лета» будет работать на территории этнографического музея. В июне Краеведческий музей приглашает детей от 6 до 14 лет. Для оформления ребёнка родителям нужно предоставить минимальный пакет документов, свидетельство о рождении ребёнка, паспорт одного из законных представителей и заявление. Все площадки кратковременного пребывания бесплатные. Подробную информацию можно узнать на официальных страницах и сайтах муниципальных учреждений культуры и спорта.